Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Компания «АвтоСтронг-М» привозит только тестированные запчасти. Компания «АвтоСтронг-М» осуществляет только качественный сервис. Компания «АвтоСтронг-М» осуществляет быструю доставку. Так что кликаем на колокольчик, подписываемся на наш канал и смотрим. Осмотрим разборку оппозитника от Subaru EJ20. Первый оппозитный четырехцилиндровый двигатель был запатентован Карлом Бенсон в 1896 году. В 1971 году этой идеей заболели инженеры компании Fuji Heavy Industries, владеющие брендом Subaru. В 1989 году инженеры компании представили новое семейство двигателей EJ от 1,5 до 2,5 литра. Их было всего 23 модификации. Самая мощная модификация выдавала 305 лошадиных сил. И все это семейство выпускалось до 2010 года. В 1998 году инженеры компании Fuji облегчили блок двигателя, то есть гильзы стали мокрыми, облегчили поршни, модернизировали систему впуска и модернизировали головки блока. Мы разбираем как раз такой двигатель EJ202 снятый Subaru Forester 2000 года с пробегом 285 тысяч километров. Этот двигатель относится ко второму поколению EJ с открытым алюминиевым блоком. При своей легендарной истории мотор EJ20 имеет очень противоречивую репутацию. У кого-то он ездит по 400 тысяч, а у кого-то он ломается и является источником больших расходов. Можно смело утверждать, что наиболее вынослим является версия EJ20, поздний EJ201, наш EJ202. Потому что они простые, с одним распредвалом в ГБЦ и рассчитаны на 92-й бензин. Датчики на двигателе Subaru весьма надежные и обычно проблем с ними не возникает. Если двигатель Subaru глохнет на холостых оборотах либо же у него высокие холостые обороты, то следует обратить внимание на регулятор холостого хода. Его заслонка загрязняется или подклинивает и нуждается в чистке. Если двигатель Subaru не заводится, то следует обратить внимание на коммутатор системы зажигания либо же на топливный насос, который выходит из строя при частой езде на остатках топлива. Высоковольтные провода следует менять каждые 50 тысяч километров, а катушки зажигания здесь двойные и весьма надежные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При малейшей проблеме в системе вентиляции картерных газов Subaru оппозитник начинает выдавливать сальники коленвала, сальники распредвалов, прокладки в клапанных крышках, а также заглушки распредвалов. Ну и, соответственно, масло вместе с ними. Чтобы избежать этой проблемы, нужно чистить либо менять эти трубки на новые, либо же на тех езжах, на которых есть, поменять клапан системы вентиляции картерных газов. А при рассыхании этих трубочек происходит подсос воздуха, который приводит к неправильному смесеобразованию, соответственно, к потере мощности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот именно так выглядит оппозитный двигатель. Он располагается не ввысь, а вширь и обеспечивает тот самый низкий центр тяжести, которым так гордятся субаристы. Следует отметить, что все навесное оборудование находится на блоке двигателя. Также на блоке двигателя выбит индекс EJ20. Но точный индекс мотора находится на кожухе ремня ГРМ. В оппозитном четырехцилиндровом двигателе две головы. В данной модификации один распредвал, четыре клапана на цилиндр и тепловые зазоры регулируются винтами. Двигателю Subaru любители поесть масло. То есть 1,5 литра от замены до замены при постоянных отжигах – это норма. Если же двигатель ест масло при нормальной езде, то это значит, что залегли маслосъемные кольца. Либо присутствует износ в цилиндропоршневой группе. Обычно при пробеге в 200-250 тысяч двигатель EJ202 нуждается в замене всех поршневых колец. К тому же горизонтальное расположение цилиндров само по себе является предпосылкой для повышенного расхода масла. То есть масло не способно самостоятельно стекать по стенкам цилиндров. И тут главное не упустить момент, потому что контрольная лампочка может загореться, когда в картере осталось всего 700 грамм смазки. Сегодня мы не раз упоминали такие словосочетания, как мокрые гильзы и открытый блок. Сейчас я вам все это наглядно покажу. То есть охлаждающая жидкость здесь циркулирует не по каналам, а по так называемой открытой рубашке. То есть гильзы охлаждаются со всех сторон. В этом полублоке по субаровской генерации находится первый и третий цилиндр. Обычно с этими цилиндрами вообще ничего не случается. Ход здесь у нас отличный. Задиров, конечно же, нет. Снимем эту маленькую головку. А здесь мы видим второй и четвертый цилиндр. Известным конструктивным недостатком является плохое охлаждение именно четвертого цилиндра. При этом поршень перегревается, он расширяется и начинает задирать свои юбки. При этом стенки цилиндров не особо-то и страдают. В таких случаях двигатель стучит на холодную, при прогреве этот звук исчезает. Многие так и ездят, но если этой проблемой не заниматься, тогда будут страдать еще и стенки цилиндров. И тогда этот стук будет постоянным. До кучи может начать стучать еще второй цилиндр, и они оба станут овальными. А вот критический перегрев двигателя EJ202 может произойти из-за засорившегося радиатора, либо же использования некачественного антифриза. При кратковременном перегреве может заклинить термостат. Если термостат заклинит в закрытом положении, то это означает, что фактически не будет никакого охлаждения у двигателя. И это приведет к очень удручающим последствиям. От деформации ГБЦ до заклинивания двигателя с повреждением блока. В данном случае на поверхности четвертого цилиндра в местах контакта с юбками поршня выработки нет. Вот посмотрите какой у нас маленький нестандартный поддончик, а под ним коленвал зажатый между двумя полублоками. На оппозитном моторе шатуны с коленвалом соединяются собственными шейками, как и на обычных рядных моторах. Соседние поршни 1, 2, 3 и 4 не двигаются в противофазе, а всегда занимают одинаковое положение. Объясняю на пальцах. Если первый цилиндр занимает верхнюю мертвую точку, то и третий цилиндр занимает верхнюю мертвую точку, то есть они двигаются синхронно. Шатуны вместе с поршнями здесь не снимаются, как на обычном моторе. Для этого нам надо снять поршни, располовинить блок, а потом коленвал выйдет с надетыми на него шатунами. Чтобы снять поршни, надо открутить четыре вот таких вот заглушки. Когда мы снимем заглушки, получим доступ к поршневым пальцам. Достанем пальцы, достанем поршни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я надеюсь, вам понравилась минутка мазохизма располагирования блока. Но нас интересует поршень с четвертого цилиндра. Вот посмотрите, как раз таки классический тепловой прихват. Именно о нем мы вам и рассказывали. А вот первый поршень. Да, он пробежавший, да, он не в идеальном состоянии, но никакого теплового прихвата здесь нет. Ну и классическая ситуация для мотора Subaru с большим пробегом. Маслосъемные кольца залегли. В принципе, на этом этапе можно заменить кольца и поршни и ехать дальше, потому что блок у нас в отличном состоянии. А вот это коленвал с оппозитного двигателя. Обратите внимание, что шейки, что коренные, что шатунные здесь тоньше, чем в рядных моторах. Разборка закончена и сегодня мы разобрали первые в истории нашего блога оппозитные двигатели. Показали классические, неизбежные его болячки. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх. Заходите на наш сайт, заходите на наши соцсети и помните, с вами была компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok